Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Продолжается подача заявок на выборы депутата Национального собрания Западной Армении в 2023 году. Знакомился с Западной Арменией Мама Хатун. Фонд ООН в области народонаселения присоединился к призыву Генерального секретаря об обеспечении свободного передвижения по Берзорской дороге. Геноцид ВОЧ предупреждает о признаках геноцидов в парламенте Великобритании, обсудит вопрос передвижения по дороге в Берзор. В Международный суд по правам человека подана полная жалоба и требования Армении против Азербайджана. Исторический монастырь Суд Геворг Харберти находится на грани уничтожения. Серебряные пояса, изготовленные мастерами Александрополя Шуши и Кифлиса, находятся в фондах службы охраны и историко-культурного наследия. Подача заявок на участие в предстоящих в декабре 2023 года выборов Национальное собрание Западной Армении третьего созыва продолжается. Представляем очередных кандидатов. Арман Григориан – 29-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Армен Хачатрян – 30-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Армен Петтоян – 31-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Кряч Ягян – 32-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Ованес Давтян, 33-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Вреш Абеджан, 34-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Наринес Аакян, 35-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Карин Касабян, 36-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Симон Гаспарян, 37-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Мурат Сувинян, 38-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Саак Мутафян – 39-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирателе кампании 2023 года. Ашот Арутюнян – 40-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирателе кампании 2023 года. Населенный пункт Махатун Западной Армении является центром уезда Дерджан, входящий в провинцию Карин. Большая деревня расположена на левом берегу реки Западного Ефрата у притока Дерджана по дороге Карин-Ерзенка. Высота около 1416 метров над уровнем моря. Почти со всех сторон окружена горами. Вместе с Западной Арменией Мамахатун также перешел под турецкое господство в XVI веке. Дважды был освобожден русскими войсками от турецкого ига во время русско-турецкой войны с 1877 по 1878 год. В 1878 году по Берлинскому договору вновь перешел в Турции. В 1915 году во время геноцида армяне были депортированы. В последующие два года 27 депортированных армян вновь вернулись в родные места. Основным занятием населения было сельское хозяйство. В окрестностях города раскинулась одноименная равнина, которая считалась одной из равнин армянского Нагорья. У армян Мамахатун была своя церковь, которая действовала до Первой мировой войны. В XIX веке и в начале XX века Мамахатун имела одну армянскую школу, три учителя и несколько десятков учеников. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения присоединяется к призыву генерального секретаря ООН о деэскалации напряженности и обеспечении свободы и безопасности передвижения по Бердзорскому пути в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. В заявлении фонда говорится, это чрезвычайно важно для удовлетворения основных потребностей пострадавшего населения, включая женщин, девочек, молодежь, инвалидов и пожилых людей. Свобода и безопасность передвижения по дороге жизненно важны для обеспечения постоянного доступа к основным средствам услуг и репродуктивного здоровья, также для обеспечения того, чтобы женщины могли безопасно рожать. Фонд ООН в области народонаселения выразил готовность сотрудничать со всеми сторонами в соответствии с гуманитарными принципами, чтобы женщины, девочки и другие слои населения имели доступ к предметам первой необходимости. Западная Армения, обращаясь к международным структурам для скорейшего решения этого вопроса, констатирует продвижение в этой сфере. В Палате общин Соединенного Королевства 24 января было организовано специальное обсуждение, посвященное закрытию Бердзорской дороги и гуманитарным последствиям. Как сообщает Арминпресс, в ходе обсуждения руководитель группы «Дружба Великобритании» Армении Тим Плоутен отметил, «В прошлом году я был в Армении и сам увидел обстановку». Нынешняя ситуация является грубым нарушением заявления 9 ноября 2020 года. В сентябре прошлого года Азербайджан напал на территории Армении. Арцах всегда был неотъемлемой частью государства Армении. Азербайджан оккупировал Гадрут, Шуши, которые являются армянскими территориями. Военнопленные еще не возвращены, совершены внесудебные убийства армянских пленных. Через громкоговорители призывали коренных армян Арцаха покинуть Арцах. В закрытии Бердзорской дороги участвуют представители серых волков, отметил Лоутен. Представитель демократической юнио-эснистской партии Джейм Шеннон подчеркнул, что перекрытие дороги Гори-Степанакерт – катастрофа. 120 тысяч армян-христиан находятся в блокаде. Нет газа, электричества, еды, лекарств. Геноцид Вод считает ситуацию этнической чисткой. Азербайджан уничтожает армянское наследие. Какие шаги предпримет правительство Великобритании для защиты христианских армян? Российские миротворцы не могут обеспечить открытие Бердзорской дороги. Азербайджан незаконно экспортирует российский газ в Европу, заметил он. Западная Армения положительно оценивает реакцию различных должностных лиц, выражая надежду, что они должны оставаться не только на уровне призывов и заявлений. 23 января после почти годовой подготовительной работы представитель по международным правовым вопросам Егешеки Ракусян от имени Республики Армения представил Международный суд по правам человека полную жалобу и требования Армении против Азербайджана в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Требования касаются зафиксированными десятилетиями нарушениями, вызванные ненавистью и дискриминационным отношением к этническим армянам и всему армянству со стороны Азербайджана. Также возмещение причиненного ущерба. Ранее 16 сентября 2021 года Армения подала жалобу против Азербайджана на основании нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд установил срок для представления полной жалобы и доказательств до 23 января 2023 года. Западная Армения неоднократно отмечала, можно достичь серьезных успехов подобными шагами, поскольку они повышают актуальность и срочность проблемы. Западная Армения по уполномочию жителей города Шуши обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием привлечь Азербайджан к ответственности. Древний армянский монастырь Суд Геворг, находящийся в селе Хулванг провинции Харберт, Западная Армения предположительно построена в VI веке, находится в заброшенном состоянии и под угрозой обрушения. На табличках вывешенных Мерии Харберта на территории монастыря написано, что эта территория охраняется Мерией Харберта в соответствии с законом о сохранении культурных и природных ценностей. Однако единственное, что сделала Мерия Харберта, это оцепило монастырь металлическими проводами, оставив его в плачевном состоянии долгие годы. Делегация Западной Армении, посетив Западную Армению, зафиксировала множество подобных случаев. Церкви и монастыри либо не охраняются, либо подвергаются нападениям кладоискателей. Наше культурное наследие находится под серьезной угрозой. После всего этого возникает вопрос, чего достигла Турция, уничтожая до сих пор нашу культуру и какова ее главная цель. С древнейших времен до наших дней пояс как важный аксессуар одежды широко использовался и имел важное значение в быту армянского народа. Красный пояс использовали исключительно замужние женщины. Для мужчин пояс был знаком пласти. Пояса разных регионов Армении отличаются характерной техникой, формой застежки, орнаментом и украшениями. Неотлемой частью этнографического фонда службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев являются серебряные пояса, изготовленные мастерами Александрополя, шушит и флиса в конце XIX – начале XX века. Ремни в Александрополе широкие, с пряжкой, деталями из серебра на кожаном ремешке. Имея своеобразную застежку, нижняя часть орнаментов обрамлена тонкой серебряной кружевой тесьмой, характерной именно для этого региона. На серебряных поясах имеются печати мастеров, по которым можно определить их период. Серебряные ремни, хранящиеся в фондах, имеют свои характерные особенности, которые выражаются в способе изготовления орнаментей и форме застежки. И в завершении новостей послушай музыкальные произведения. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok